Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава 1 Маковейской книги Читаем перевод под редакцией Нины Брагинской для библейского портала Экзегет с небольшими комментариями Итак, вот у нас в 13 главе уже упрочилась Иудея как независимое государство, окончательно независимое Первосвященником и вождем становится Симон, брат, соответственно, Иуды и Иоаннатана Тех, кто возглавлял восстание Более того, его сын Иоанн, его очевидный преемник И изгоняются селикитские войска из крепости в Иерусалиме Из последнего оплота зависимости, из последнего укрепленного пункта Который на территории Иудеи принадлежит и наземным царям Ну, а 14 глава дает немножко более широкий международный контекст Селивкиды, напомню, это государство, которое раздирается все время Между усобицами в этот период времени Там без конца воюют за селивкидский престол В 172 году царь Диметрий собрал свои войска и отправился в Мидию Чтобы получить дополнительные силы для войны с Трифоном Вот эти два претендента, Диметрий и Трифон Там еще третий есть, Антиох Но Арсак, царь Персида и Мидию, услышал, что Диметрий в Турксе в его пределы Послал одного из своих военачальников с приказом взять его живым Обратим внимание, что вообще-то Персида часть селивкидской державы То есть фактически там уже эти местные правители Как такие вполне самостоятельные бандиты Бандиты действуют и захватывают своих верховных правителей, если они им не нравятся Тот выступил, разгромил войско Диметрия Захватил его самого, привел его к Арсаку А тот заключил его под стражу А земля Иуды мирно покоилась во дни Симона Родила на благе народным А им по душе была его власть и слава его во все дни Ко всей славе своей ради гавани взял он Иопу Отворил вход и выход к морским островам Иопа, современная Яфа, главный порт в Святой Земле Для народа раздвинул границы страны Стал владыкой в пределах отчизны Он согнал многочисленных пленных Взял Газар, Эбетсуру и крепость Все нечистое выдворил вон из нее Никто не смог выстоять против него То есть вот он совершает такое очищение страны Иудея вся под властью Симона И язычество в ней, по крайней мере, незаметно Всякий мирно возделывал поле свое Земля приносила в ответ урожай И свой плод деревьев и равнин И на улицах старцы сидели кругом Толковали друг с другом о добрых делах А вот юноши те облачались во славу Надевали ризы войны В города доставлял он съестные припасы Укрепления в них возводил И прославилось имя его доброй славой Вплоть до самого края земли Мир принес он на землю А счастливил Израиля счастьем великим Всяк сидел под своей виноградной лозой Под своей смоковницей каждый И никто не страшил их Никого на земле не осталось, чтобы войной пойти против них Вон и дни сокрушились и сами цари Всем убогим в дан роде своему напору давал И родил о законе, истребляя отступников Всех, истребляя мерзавцев И прославил святилище он А священную утварь его приумножил Ну вот для сравнения Там у селевкидов войны Там кто кого попал арестовывает И сажает в темницу А у нас у иудеев все хорошо Плюс еще дипломатическая переписка Ведь Рим и Спарта Далекая и не очень-то нужная Спарта Это два союзника С которыми иудеи стараются Всячески договориться Тут дошла до Рима и даже до Спарты Весть о том, что Иоаннатан умер Они сильно опечалились Когда же они услышали, что Симон, брат его, стал первосвященником Вместо него и властвует над страной И находящимися в ней городами То написали ему на медных дощечках предложение Возобновить с ним дружбу и союз Какой они заключили с его братьями Иуда и Иоаннатаном Это письмо прочитали перед собранием в Иерусалиме Очень важно, что при новом правителе Посылаются грамоты Подтверждающие прежние договора То есть это немножко все-таки еще лично Все-таки это еще немножко договор личный Иоаннатана С Римским Сенатом Когда Симону присылают такой же текст Ну здесь есть оба текста Вот список письма присловано спартанцами Правители города Спартанцева Приветствуют Симона, великого священника Старейшин, священников и остальной народ иудеев Братьев наших Послы, отправленные к нашему народу Сообщили нам о вашей славе и чести Мы обрадовались их прибытию И записали сказанное имя в свод решений народа так Нумени, сын Антиоха и Антипатра, сын Ясона Послы иудеев Пришли к нам, чтобы возобновить дружбу с нами Народу угодно было принять этих людей с почетом И занести список их речей в общедоступные свитки Чтобы народ спартанцев хранил об этом память А список с этого они сделали для Симона Первого священника После этого Симон послал Нумени в Рим С большим золотым щитом Весом в тысячу мин, чтобы подтвердить союз с ними Как некий подарок Ну и, соответственно, вот следующий документ Но менее те, кто с ним прибыли из Рима с письмами К царям и странам, в которых было написано следующее Луки, консул римлян, приветствуют царя Птолемея Интересно, что они вот обращаются Не напрямую к иудеям, а к окрестному царству Птолемеев Поскольку это важнее, да, вот с иудеями это мы договорились Но важно, что римляне заявляют о своей поддержке иудеев На широкой международной арене Так это сегодня называется Послы иудеев, отправленные первосвященником Симоном И народом иудеев Прибыли к нам, как наши друзья и союзники Чтобы возобновить изначальную дружбу и союз Они принесли золотой щит в тысячу мин Нам угодно было написать царям и странам Чтобы они не пытались причинить им зло Не воевали против них, против их городов и их стран Не помогали тем, кто воюет против них Мы соблаговолели принять от них этот щит Поэтому, если какие-нибудь выродки перебежали к вам из их страны Выдайте их первосвященнику Симону Чтобы он наказал их по своему закону То же самое написал он царю Деметрию, Аталу, Ариарату и Арсаку Во все страны В Сампсамус, Спартанцам, Наделос, Минт, Секион В Карию, Насамус, Памфилию, Вликию, Галикарнас Народос, Фасилиду, Накос, Фсиду, Варат, Гартину, Книд, Накипра, Вкирену Список же этого письма сняли для первосвященника Симона То есть все, теперь уже Рим признает иудею своей союзницей И другие страны подумают 10 раз прежде чем напасть Рим уже зарекомендовал себе могучей державой Которая умеет побеждать Когда народ услышал об этом, он сказал Как нам отблагодарить Симона и его сыновей? И сам он стоял крепко, его братья и дом его отца Они отбили врагов Израиля и дали ему свободу И написали об этом на медных дощечках И поместили их на плитах на горе Сион То есть на главном холме Иерусалима Вот список этой надписи 18 ил. 172 года Это был третий год великого первосвященника Симона Соответственно у нас идет 140 год до н.э. А отчет ведется от эры Александра Македонского В Ассарамеле при великом собрании священников Народа, народных вождей и старейшей страны Нам было объявлено В пору постоянных военных нашествий Симон, сын Матати, священник из рода Иорио Его братья, нечая своей жизни, восстали против врагов своего народа Чтобы восстановить святилище свое и законы, великой славой прославили свой народ Ионатан собрал свой народ Стал ему первосвященником, а затем приложился к своим предкам А когда враги решили вторгнуться в их страну и посягнуть на их святыни Тогда против них встал Симон Он воевал за свой народ и потратил много своих средств, вооружая людей из войска своего народа и выплачивая им жалования Важный момент, да, то есть он не только первосвященник Он еще и военачальник, а он сверх того и спонсор всего этого Вот у нас на Руси были минины пожарские, один собирал деньги, другой был полководцем А вот он минины пожарские в одном лице, да еще и патриарх Потому что он одновременно и первосвященник своего народа Он укрепил города Иудеи и Бетсуру, что на границах Иудеи, где прежде было оружие врагов И разместил там крепостную стражу из Иудеев Кроме того, он укрепил и Опу, что возле моря и Газару, что возле границ Азотов, в которой прежде обитали враги Поселил там Иудеев, снабдив эти города всем необходимым для их восстановления Газаров все-таки, видимо, это Газа, вот нынешний сектор Газа В котором до сих пор с Иудеями как-то не очень густо Но тогда, судя по всему, он их там поселил Народ видел верность Симона и то, какую славу он вознамерился принести своим соплеменникам И назначил его своим предводителям и первосвященникам за то, что он все это сделал А также за справедливость и верность своим соплеменникам, которую он хранил, стараясь всемирно возвысить свой народ В одни его было ему дано изгнать из страны язычников и тех, кто был в городе Давида в Иерусалиме Выстроив себе крепость, они выходили из нее, оскверняли все вокруг святилища и наносили тяжкий урон его святости То есть, вот то самое изгнание селевкидского гарнизона из Иерусалимской крепости было не просто стратегически важным Это еще и религиозное действие, да, вот язычники, которые оскверняют все вокруг себя, их больше нету Но он поселил в ней воинов и удеев, укрепил ее ради безопасности страны и города и надстроил стены Иерусалима Потому и царь Диметрию утвердил за ним сам первосвященника, причислил его к своим друзьям и прославил его великой славой Он ведь узнал, что римляне называли иудеев друзьями, союзниками, братьями и с почестями встретили послов Симона И о том узнал, что иудеи и священники постановили, чтобы Симон навсегда остался их предводителем и первосвященником Покуда вновь не восстанет верный пророк Верный пророк, ну то есть, кто-то вроде Моисея или Ильи, пророк, который все укажет, как надо делать Вот до него все остается И интересно, что эти общественные постановления, они в принципе до времени пророка Никто не знает, как правильно, но мы решаем так А вот потом придет пророк и нам это объяснит И чтобы Симон был у них военачальником, заботился о святынях, назначал заведующих работами, страной, вооружением и укреплениями Ну то есть, в общем, фактически самодерживцем Чтобы заботился о святынях, чтобы все его слушали, чтобы все грамоты в стране составлялись от его имени Чтобы он надевал порфиру и носил золото Однако никто не говорит слово царь, потому что он первосвященник А вот первосвященство и царство разделено Фактически царь Но все-таки формально священник и царь это две разных роли Никому из народа и священников не будет позволено упразднить что-либо из этого Противоречить тому, что он сказал Собирать без него собрания в стране, а также носить порфиру и золотую пряжку Ну вот эти знаки в верховной власти А кто поступит вопреки этому или что из этого упразднит, будет казнен Весь народ был согласен поручить Симону исполнение этих решений А Симон принял это на себя и согласился первосвященствовать, быть военачальником и правителем маудеев и священников и быть за всех заступником Эту надпись повелели начертать на медных дощечках и поместить их в ограде святилища на приметном месте А списки с нее поместить в казнохранилище, чтобы они были в распоряжении Симона и его сыновей Вот уже устанавливается династия Дальше в следующей 15 главе мы почитаем о том, как, собственно говоря, селевкиды, по крайней мере, некоторая часть Поскольку у нас же там все время раздрай, все время междоусобная война Как часть селевкидской державы воспринимает вот эту независимость в идее